Добрый день! Урок естествознания. Изучаем раздел «Живая природа». Тема нашего урока «Как мы улыбаемся». Цель урока – узнать, как мы улыбаемся, что такое мышцы и как они работают. Научиться проводить наблюдение по плану. Отгадайте «ребус». Слово, которое спрятано, является ключевым словом урока. Молодцы, если вы отгадали слово «мышцы». Слово «мышца» произошло от латинского слова «мускулус», что в переводе значит «маленькая мышка». Когда древние ученые наблюдали за движением своих мышц, им казалось, что под кожей бегают мыши. Мышцы отличаются друг от друга размером, формой, массой и силой. Мышцы помогают нам видеть, дышать, говорить, двигаться, бегать, прыгать. Любое твое движение – это работа мышц, которые находятся в теле. Мышцы прикрепляются к скелету и заставляют двигаться по команде мозга. Без мышц все кости были бы неподвижны. Скелет и мышцы составляют опорно-двигательную систему. Мы подпрыгиваем, переворачиваемся, размахиваем руками, крутим головой, шевелим пальцами, щуримся и поем. Все это – работа мышц. Какая же наука изучает тело человека? Изучает мышцы. В сайт несите термины с определением. Внимательно прочитайте определение и узнайте. Верно, если вы соотнесли слово «зоология» с наукой о животных. Ботаника – наука о растениях. Анатомия – наука о строении тела человека. Мы ранее знали, что зоология – это наука о животных. Узнали, что ботаника – наука о растениях. А сегодня новый термин – анатомия. Анатомия – это наука о строении тела человека. Мышцы располагаются по всему нашему телу. Мышцы головы, мышцы с шеей, мышцы туловища, мышцы конечностей. Мышц в организме человека – 600. Они разнообразны по строению, форме, свойствам и функциям. Функции мышц. Сгибать и разгибать. Вдох и выдох. Жевательные функции. Мимические функции. Рассмотрим сгибательные и разгибательные мышцы. При сгибании мышца укорачивается и становится толще, сближает связанные с ней кости. При разгибании с нижней стороны мышца также укорачивается и становится толще. Проведите наблюдение по плану и узнайте, как работают мышцы сгибателей и мышцы разгибателей. Вот вам план. Встаньте. Первое. Опустите левую руку вниз. Расслабьте мышцы. Второе. Кистью правой руки обхватите мышцы в области плеча. Третье. Напрягите левую руку в локте. Четвертое. Разогните руку. Если вы все сделали по плану, то вы должны были почувствовать мышцы сгибателей и мышцы разгибателей. Еще раз проведем наблюдение. Опусти левую руку вниз. Расслабь мышцы. Кистью правой руки обхватим мышцы в области плеча. Напряги левую руку в локте. Разогни руку. На нашем лице также есть мышцы. Их называют мимическими. Мимические мышцы прикреплены к коже лица. Они нужны для выражения, эмоций и для речи. Когда ты улыбаешься, работают 17 мышц. А когда смеешься, работает на 15 мышц больше. Добавляются мышцы живота и горла. Когда ты хмуришь брови, напрягаются 43 мышцы. Лицо, глаза и шея. Это мышечный рекорд. А знаете ли вы, какой орган в вашем теле самый мускулистый? Оказывается, это язык. Он состоит из 14 мышц. Вам задание. Расшифруйте слова и вы узнаете, какие продукты помогут укрепить ваши мышцы. Если вы всё правильно сделали, то вы отгадали. Что это у нас? Мясо, рыба, яйцо. В вашем рационе обязательно должны быть эти продукты. Помимо правильного питания, необходимо заниматься спортом. Чтобы ваши мышцы были здоровыми, вы должны каждое утро делать зарядку, заниматься определенным видом спорта. Вам предлагается самостоятельная работа. Узнайте, как работают мышцы ног. Составьте план наблюдения. Сделайте вывод. Сегодня на уроке мы с вами познакомились. Что же такое мышцы? Узнали науку анатомию. Научились проводить наблюдения по плану. Так же узнали функции мышц. Если тебе на уроке было трудно, ты ничего не понял, то покажи жест правой рукой. А если надо повторить еще раз, покажи жест левой рукой. Если на уроке тебе было все понятно, покажи, какой же ты сильный. На этом наш урок подошел к концу. Всем отличного настроения и крепкого здоровья!